Привет, друзья! С вами Пушер. И сейчас мы находимся у очень странного и очень необычного автомата, который называется Crazy Pusher 2. Crazy Pusher, это прям про меня, это вторая часть меня, мое олицетворение. Я, честно говоря, не знаю, как этот автомат работает. Я в него ни разу не играл, поэтому даже не знаю толком, как вам объяснить. Но вот тут вроде как есть какая-то небольшая инструкция. Вставить монету, вращайте шар влево и вправо, выбирая капсулу, нажимаете кнопку, поместите капсулу в отверстие. То есть, как я понял, вот этим шаром мы должны перемещать лопатку и направлять капсулу прямо в отверстие. Только вот как мы туда закинем монету, если написано, что не работает? Слушай, тут вообще нет монеты-приемника. Если туда внутрь заглянуть, то там видно плату аппарата. Смотри, сними, да. Ну-ка. Вон, ребят, видите, там плата. Если даст засуньте какую-нибудь проволоку, можно потыкать, понажимать на эти кнопочки, выключить аппарат, к примеру, или, не знаю, уменьшить цену за игру. Можно выключить его, смотри. Так, ну чё, давай. И теперь мы должны перемещать. Магический шар. О, вот так вот. И надо нажать на кнопочку старт. А, нет, она сама едет. Так, теперь надо направлять. А, вот оно. А, блин, пипец. Фига себе, а кнопка старт зачем? Я понял. Я не знаю, зачем она нужна. Наверное, чтобы игра началась раньше. Честно, не имею понятия. Так, 50 рублей одна игра стоит? Да, одна игра стоит 50 рублей. Так, ладно. Наведем на вот этот вот самый первый шарик. Попробуем, может получится. Да. Эта кнопка опускает лопатку, и теперь главное удерживать шар. Давай, давай, давай сюда, блин. Охренеть просто. Это очень сложный автомат на самом деле. Давай, 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 давай. О, это было очень близко. Это было супер близко. Ну вот, что мне нужно сделать для того, чтобы дотянуть ее до конца? Все, у меня начался азарт. Крэйзи пушер 1. Крэйзи пушер 1 сейчас... Просит в Крэйзи пушер 2. Да, выиграет в Крэйзи пушер 2. Давай. Давай, 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 давай. О, офига себе. Наконец-то. Ой. Мы хоть что-то выиграли. Что это такое? Это панда. О. Ну как она открывается? Ой. Ну она прикольная. Правда, у нее жопка рваная, но ничего страшного. Дарю. Все, погнали в другой автомат игры. Ребят, теперь мы у 100% автомата. Он часто мелькал в моих пидосах, вы его наверняка знаете. Тут почти вся витрина заполнена, так что я думаю, мы выиграем кучу призов сейчас. Не знаю, с чего начать. Как думаешь, Саша? Думаю, что-нибудь. Я хочу новые жвачки какие-то смотреть. Да, слушай, какие-то новые жвачки с котиком. Давай их попробуем. 150 рублей стоит одна попытка. Засовываем соточку и засовываем сразу еще полку. Засовываем соточку, я сказал. Какого хрена не засовывает моя соточка? Кстати, я предлагаю играть за вторую коробку, которая повыше, потому что за ней еще стоит mp3-плеер. И в теории можно с одной попытки выбить сразу и жвачки, и mp3-плеер. Значит, давайте так и сделаем, наверное. Так, вот примерно так надо навести. Вроде пушер, да. Стоп! Кнопка еще залипает очень жестко. Эй, нет! Ребята, посмотрите просто, как застряли эти жвачки. Просто жесть. Блин, еще кнопка залипает. Главное, чтобы она не залипла под самый конец. Давай. 200. Тыщ! Попал! Все. Сейчас посмотрим, что это за жвачки. Кто подписан на канал? Я. Пожалуйста. Покажи, что там за жвачки. Кто открывается? Сверху, сверху, сверху. Вот. Вот это вверх. Вот здесь. Чик. Я не увидел. Вроде как нормальные жвачки. Их достаточно много. Ну все, хорошо. Все, поздравляю. Смотри, сколько много людей собралось. Можно, в принципе, провести стрим. Не знаю, провести стрим, показать, как мы играем в тот, к примеру, аппарат в новенький. Или в этот. Вот единственная проблема, что у меня нет интернета. У меня вообще реально нет интернета на телефоне. Поэтому навряд ли получится это. Хотя, есть же отличное приложение Wi-Fi Map. Ребята, Wi-Fi Map это очень классное приложение. В него достаточно зайти, и оно покажет все Wi-Fi сети, которые находятся поблизости. Вот, к примеру, сейчас мы находимся в торговом центре «Июнь». И у нас тут поблизости сразу несколько Wi-Fi сетей. Вот первая – это Sportmaster. Вот вторая – это сам ТРЦ «Июнь». И написано, что эти Wi-Fi сети публичные, то есть они бесплатные. Отлично. Мы сейчас к ним подключимся и проведем стрим. Так что, ребят, очень полезное приложение. Всем рекомендую. Для того, чтобы его скачать, нужно всего лишь перейти по ссылочке в описании под этим роликом. Так что переходите, качайте, и будете всегда онлайн. Ну, какого хрена? Какого черта происходит вообще сегонки? Слушай, они просто подперты сверху, видишь? Они как бы немножко подогнуты и подперты об верхнее стекло, поэтому они не выбивают с первого раза. И, возможно, я даже со второго сейчас не выиграю эти биццы. А вот это вообще сейчас было. А, потому что у нас остался кредит только на 25 рублей. Я понял. Ладно, ссомаем еще соточку, попробуем эти биццы выбить. Если мы их выбьем, то будет просто шикарно. Так. Стоп. Давай, 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 пожалуйста. Да что за хрень? Ты это видишь просто? Они не упадут, похоже. Они не упадут. Они в конечном итоге и не упадут. Я не хочу третью сотку тратить на какие-то дурацкие китайские биццы, но я это сделаю. Я все равно это сделаю. Давай, 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 давай. Повыше бы ударил. Да я знаю, надо было... Нет! Все-таки получилось. Так, надеюсь, что не выпадут. Нужны ли тебе биццы? Нет. Нужны ли мне биццы? Нет. Кому нужны биццы? Так, нужно викторину какую-то устроить, да? Матя, Барин. Я красный, я красный. Для кого, да? Скажите, кто-нибудь я. 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 Еще раз. Я. Понял. Давай кубик-рубик, вот упрощенная версия. Давай. Кубик-рубик для дурачков. О, по-моему, идеально. По-моему, нифига. По-моему, идеально. Да. 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 Смотри. Че? О-о-о-о. Тут кто-то оставил духи, ребят. Жесть. Нормально. За сатенчик-то. Офигеть просто. А что за духи? Типа, кто их не забрал? Кто-то их выиграл и не забрал просто? Круто. За 100 рублей, получается, мы выиграли не только кубик-рубика, но и духи. Отлично. Давай попробуем вот эту вот магнитную штучку. Если кто-то не знает, что это такое, написано магнит-пути. Или магнит-пути? Нет, магнит. Магнит-пути. Так. Это я знаю, что это такое. Это, кажется, такая... Типа лизун, короче, который на магнит... А-а-а, нифига себе. Прикольно, что такое, давай. Ой, ну, только ты вообще. До свидания. Слушай, ну сейчас, мне кажется, мы его с первого раза должны выбить, потому что он стоит просто идеальным образом. Кажется, его будет очень трудно выбить, чувак. Мне кажется, что мы сможем это сделать. Давай, чувак! ЙЕС! То есть со второй попытки мы выиграли лизунать? Реально магнитится, стой. Да, он магнитится, смотри. Прикольно. Давай посмотрим, что там внутри. Да, я говорю, вот эта штука, это прикольно. Что? То есть это лизун и еще какой-то отдельный магнит. И ты можешь, типа, в него, короче, кидать магнит или там прям магнит. Стой, подожди, подожди. Я могу его достать? Да. Но у тебя руки будут ковнее. Да? И что, и в чем прикол? А-а-а, я достаю лизун, засыпаю туда магнит и кидаю его, как-то не быть, металлический. Нет, вот смотри. Он мерзкий. Вот взял, смотри. А теперь, ну, положи его куда-нибудь. Не могу взять. Ну, ладно. Ну, что, вот он, допустим. Что я должен... Не, надо вытащить его, смотри. Теперь возьми магнит. Вот к этой штуке, при... Ну, он не магнитится к ней. А, да? Да. В том-то и прикол. А должен... Его надо туда вот так вот, типа, засовывать. И потом, что-то типа вот этого делать. Не получилось, ребята. Ладно. Не, короче, я видел это. Это по-другому работает. Забей. Ну, наверное. Может, кому-то нужен этот лизун, не знаю. Если хотите, заберите. Да, в общем, ребята, вот так вот мы наборились сегодня. Выиграл достаточно много призов. Не особо сильно повезло нам в последнем автомате. Но, тем не менее, я очень надеюсь, что видео вам понравилось. И если это так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Я все комментарии читаю. С вами был, как обычно, Пушин. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok